Добрый день, уважаемые друзья! Мы начинаем торжественную церемонию открытия памятника величайшему русскому композитору, дирижеру, музыкальному критику, талантливому педагогу, великому сыну земли Тихинской, Николаю Андреевичу Римскому Корсакову. Нет такого народа, нет такой страны, где бы не знали и не почитали нашего русского гения. Славная жизнь Николая Андреевича Римского Корсакова и его любовь к земле русской, ее традициям и культуре составляют нашу гордость и радость. Великий сын родной земли, он воплотил в себе лучшие стороны национального ума и характера, его жизнь поле, его творчество, слава русской музыки во всех краях земли. Так говорил о римском Корсакове музыкальный критик Владимир Стасов. С детских лет мы знаем и любим волшебную музыку римского Корсака. Мы восхищаемся чудной весенней сказкой, рассказывающей о крупной Сенегурочке. Наслаждаемся музыкой, проникнутой неувидаемой свежестью, мудрой простотой народных песен и окрашенной весенними тонами расцветающей природы. А как прекрасен другой музыкальный образ, созданный композитором чудесная сказочница Шихеразада из одноименной симфонической суики. Мы погружаемся в атмосферу звучания восточной музыки с ее характерными интонациями и мелодическими сгибами. Грозная морская стихия, ровно, бесстрастно катящиеся волны, необъятные, бескрайние шины. Такую музыкальную картину моря мы видим вместе с гусляром Садко. Садко на гуслях заиграет и вот уже расходилось, разгулялось царство подводное. Сгибают волны и грозят потопить корабли. Тогда обрывает Садко струны гусля своих и снова спокойно синее море. Чародей, создавший всю эту музыку, полную воздуха, богатством мелодий, яркостью красок, переливающихся всеми цветами радуги, великий русский композитор Николай Андреевич Римский Корсаков. Музыкальное наследие Римского Корсакова обширно и разнообразно. В него входят 15 опер, 10 симфонических произведений различных жанров, симфонии, программные симфонические сюиты, капричио, фантазии, вертюры, а также сюиты, построенные на материале опер. Пьесы концертного жанра, три кантаты, камерные инструментальные произведения, романсы и дуэты, множество хоровых пьес и обработки народных песен. Дорогие друзья, этот день, 4 декабря 2016 года, войдет в историю российской культуры как знаменательное событие. Отныне на родине Римского Корсакова, в древнем Тихлине, есть место, где можно поклониться знаменитому земляку и гражданину земли русской. Этот памятник не только увековечит имя великого композитора, но и бесспорно станет местом культурного притяжения самих тихлинцев и гостей города, музыкантов и благодарных слушателей. Для проведения торжественной церемонии открытия памятника Николаю Андреевичу Римскому Корсакову в президиум приглашаются губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко почетный житель Ленинградской области, почетный житель Тихвина и Тихвинского района Виктор Николаевич Кирьянов. Народная артистка России. Народная артистка Украины. Художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Художественный руководитель Международного оперного фестиваля имени Римского Корсакова Лариса Абисаловна Гергиева. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Игорь Вадимович Фомин. Генеральный директор Тихвинского вагоностроительного завода Геннадий Юрьевич Веселов. Заместитель директора по развитию компании ИСТ Стратегического партнера города Тихвина Депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Надежда Леонидовна Белова. Глава Тихвинского района Александр Владимирович Лазаревич. Глава Администрации Тихвинского района Вера Васильевна Пастухова. Его Преосвященство Епископ Тихвинский и Ладейно-Польский Мстислав. Проправнук Николая Андреевича Римского-Корсакова Николай Кириллович Головкин Его супруга Екатерина Владимировна И дочь Мария. Автор памятника На церемонии открытия присутствуют Депутаты Законодательного Собрания Ленинградской области Члены правительства Ленинградской области Почетные граждане Тихвина и Тихвинского района Которые при поддержке Общественного Совета При главе Тихвинского района Выдвинули инициативу по установке памятника Композитору в Тихвине. Члены жюри конкурса Молодых паперных певцов имени Римского-Корсакова Руководители учреждений культуры города Тихвина Ленинградской области И Санкт-Петербурга Жители города Тихвина Дорогие друзья Вас приветствует Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко Добрый день, уважаемые жители города Тихвина Тихвинского района Дорогие гости Сегодня поистине историческое событие Здесь, в нашем городе Тихвин То, что мы открываем памятник Нашему великому земляку Великому композитору Великому общественному деятелю Участнику могучей кучки Дирижеру, учителю Николаю Андреевичу Римскому-Корскому Из воспоминаний современников Николай Андреевич На закате своей жизни Очень волновался Будут ли потомки вспоминать его Будут ли потомки Вспоминать его творчество Вспоминать его жизнь Изучать его биографию Мне кажется, вот сегодня ответ На его волнение Вот то Вековое волнение назад Действительно, потомки его помнят Это не только здесь Тихвин, а во всей России Во всем мире Да, это наш великий земляк Он здесь родился Он здесь состоялся как юноша Он здесь делал первые шаги в музыку И мне кажется, что очень многие его произведения Они сохранили этот колорит Тихвина Потому что Тихвин Это очень интересное место Это не только высокодуховное место Где икона, великая икона Тихвинской Божьей Матери Это место, которое пронизано русскими былинами Легендами, сказками Не случайно очень много его сюжетов Именно сказочных и былинных Я благодарен всем, кто принимал участие И в идее создания памятника И в реализации памятника И в его установке И все приложили огромные усилия И действительно это состоялось Это историческое событие Я всех нас с этим поздравляю Слово предоставляется Народной артистке России Народной артистке Украины Художественному руководителю Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Художественному руководителю Международного оперного фестиваля Имени Римского-Корсакова Ларисе Абисаловне Гергиевой Добрый день дорогие друзья Я сердечно поздравляю вас Дорогие тихинцы Поздравляю всех нас Со столь знаменательным событием Открытием памятника Одному из самых великих русских композиторов Николая Андреевича Римского-Корсака Такой прекрасный морозный день Снежный Сразу вспоминается опера Снегурочка А мы как будто все персонажи Герендеева царства Стоим здесь и радуемся тому Что сейчас произойдет Я хочу поблагодарить сердечно В первую очередь Виктора Николаевича Кирьянова Который Ну Приложил огромные силы Для того чтобы вот Это событие сегодня произошло И особенно я рада Что это случилось Последний день Проведения Десятого юбилейного Международного конкурса Имени великого Композитора России Сегодня у нас Закрытие конкурса Буквально Вот очень скоро Состоится финал В сопровождении Мариинского оркестра Выступят Выступит 15 финалистов Которые представляют Различные страны А вообще на конкурсе Присутствовало Представители 16 стран И это впервые В истории Этого международного конкурса И я очень рада Что самый-самый достойный Вышли в финал Пожелаем им Всем удачи У нас замечательное Жюри В котором работают Выдающиеся профессионалы Нашей современности Оперные певцы Которые знают Весь мир И вот здесь С нами вместе Стоит величайшая певица Современности Великая итальянская певица Ференцо Коссота И я бы очень хотела Чтобы она тоже Поднялась на сцену А вообще хочу Поздравить всех Вас от имени И те кто устраивал Этот фестиваль Этот конкурс И от имени И ченов жюри И от имени Атистов Маринского театра Спасибо 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 И спасибо Всем вам Всему этому большому сообществу В этом моменте Очень важное событие Для всей мировой музыки Я очень надеюсь Что это событие Будет продолжаться В течение многих лет вперед Эта чудесная Манифестация И И Л'аморе Пью Гранде Дико Винка И Миллиоре Логикамент Я могу Сказать От всей души Чтобы на нашем Конкурсе Победили Лучше И Сопротutto Соно Феличе Дионораре Очень И Гранде Маэстро Римский Корсаков И я очень счастлив Что мы все Собрались здесь Для того Чтобы принять Участие В таком Грандиозном Событии Как открытие Памятника Маэстро Мирового масштаба Николаю Андреевичу Римскому Корсакову Слово предоставляется Заместителю Директора По развитию Компании Из Депутата Законодательного Собрания Ленинградской Области Надежде Леонидовне Беловой Дорогие друзья Конечно же Всех нас С праздником С праздником Духовным Фестивальным Творческим Целая неделя Ярких Знаменательных Событий И конечно Праздник Сегодня Открытие Такого Материального Памятного Памятника Который Останется В Тихлине И будет Украшать Наш город Без слов Благодарности Невозможно Наверное Сегодня Говорить Пусть они будут Звучать И звучать Чаще Мы с большой Благодарностью Относимся И к Мариинскому Театру Который Нам устроил Здесь праздник Ларисе Обессаловне Конечно Кирьянову Виктору Николаевичу И нашему Губернатору Дразенко Александру Юрьевичу Потому что Любое событие Будь то фестиваль Или открытие Сегодня памятника Кто-то Бывает инициатором И мотором Вот именно Эти люди И благодаря им Мы имеем Такие праздничные Дни В городе Тихвин Они включили Немножко и нас И мы им за это Благодарны И всех с праздником От Тихвинского Вагоностроительного Завода Всего доброго Слово предоставляет Своего Преосвященству Епископу Тихвинскому И владейнопольскому Мстиславу Многоуважаемый Александр Юрьевич Дорогие Братья И сестры Всех Поздравляю С праздником Ведения Во храм Сестой Богородицы И с воскресеньем Днем Конечно Для города Тихвина Это Особое чудо Особая радость Ибо Син Россия Житель Бывший житель Нашего Города Николай Андреевич Юрьевский Корсаков Был воспитан На музыке И пении Церковного хора Тихвинского Мужского Монастыря И все впечатление Детства Он пережил И перенес В те музыкальные Произведения Ту радость Которую мы Сегодня Слышим Сын Нашего Отечества Сегодня Будет здесь На этой площади Свидетельствовать И нам О том Что Тихвин Это Великий Центр Духовной Жизни И как Свидетельство Иконы Божьей Матери Тихвинской И конечно Для всего Народа И Отечества Это Композитор Который Прославляет Всю Нашу Землю Наш Народ И нашу Россию Все С праздником И конечно Хочу Победить Тех Людей Кто Внес Вклад В создание Этого Памятника Виктора Николаевича Кирянова Тех Благодетелей И конечно Скульптора Которым Мы Сегодня Увидим Его Произведение Его Руками И Благодетелей И Тружеников Конечно Наш Ихвецов Которые Сегодня Тоже Вложили И Будут Вкладывать Воссоздание Им Великую Радость В наше Отечество И нашу Родину И город Тихий С праздником Храни Всех Господь Посчетное Право Открыть Памятник Николаю Андреевичу Римскому Корсакову Предоставляется Губернатору Ленинградской Области Александру Юрьевичу Грозденко Посчетному Гражданину Ленинградской Области Посчетному Гражданину Городу Тихвина И Тихвинского Района Виктору Николаевичу Кирьянову Заместителю Директора По развитию Компании Их Депутат Законодательного Собрания Ленинградской Области Надежде Леонидовне Беловой Проправнуку Композитора Николаю Кириловичу Головкину Главе Тихвинского Района Александру Владимировичу Лазаревичу Главе Пастуховый Продолжение следует Я думаю Совершенно Справедливо Аплодисменты Здесь На этой площади Сегодня Нарастают Давайте Поприветствуем Дорогие Друзья Ну да Уважаемые Друзья Слово Предоставляется Проправнуку Николаю Андреевичу Рильского Корсакова Николаю Кириловичу Головкину Дорогие Тихвинсы Мы радуемся Сегодня Вместе с вами Этому великому Событию Вековечению Имени Великого Нашего Русского Композитора Николая Андрея Черемского Корсакова И Этот день Это Событие Свидетельствует Сегодня О том Что мы Не просто Население А Народ Народ Наследник Наследник Великой Культуры Истории И Который Воспевал В своих Произведениях И Николай Андреевич Сегодня Очень радостно Что Николай Андреевич Будет Здесь Наконец Вместе С героем Своей Оперы Садко Были Новгородским Бусвером И Тихвин Это Не случайно Тихвин Ведь Является Старинным Новгородским Городом И Здесь Когда-то Тоже Наверное Звучало Это Были В древние Времена Садко Пробуждал Своей Музыкой Силы Природы Николай Андреевич Пробуждал Глубокие Человеческие Чувства И Вот Они В общем У меня Переполняет Чувство Благодарности Всем тем Кто потрудился Над созданием Этого Памятника Этой Скульптурной Группой Пускай Этот памятник Стоит Долго Долго Многие Века И Каждый Проходящий По этой Площади Будет Волей Или Неволей Вступать В какие-то Такие Отношения Личные Отношения С Николаем Андреевичем И его героями И молодые Тихвинцы Юные Совсем Маленькие Как и когда-то Сам Николай Андреевич Который был Здесь Будут Проходить Там С ведерочками И совочками И Спрашивать Своих мам Кто это И До них Будут уже Формироваться Такие Личные Отношения С их Великим Земляком Еще Благодарим Мы Всех Кто Приложил К этому Памятнику Свои руки Создал его Установил его И Всех Кто пришел На эту Встречу Открытие Спасибо Слово Предоставляется Автору Памятника Скульптору Василию Селиванову В активе Которого Памятники Организатору Земского Оболчения Катеминину В Богородске Писателю Льбу Толстому Пушкина Князью Святославу Краброму Серпуха И вот Теперь Памятники Композитору Римскому Корсакову В Тихвине Слово Предоставляется Вам Уважаемый Василий Николаевич Прошу Спасибо Большое Я хочу Поблагодарить Руководство Крупа Компании Ист Лично Виктора Николаевича Кирлянова Администрацию Города Тихвин Владыку Стислава Владыку Архимандрита Ефимия Который Благословил Меня На создание Образа Римского Корсакона Два Слова Об Идеи Памятника Фигура Опер Которые Наиболее Мне показались Выразительными А фигуру Садко Я рекомендую Не просто С ней Обниматься И фотографироваться Это будет У Вас Такая Местная Достоверпимечательность Которую Я думаю Вы полюбите Не меньше Чем Николая Андреевича Ефимского Корского Хочу поблагодарить Всех И поклониться Земле Тихвинской Спасибо Слово предоставляется Главе Тихвинского Района Александру Владимировичу Лазаревичу Дорогие Земляки Поистине Значимое Событие Переполняет Эмоции Вы посмотрите Как замечательно Оформился Центр города Дворец Скульптуры Неверимского Корского Школа Искусства Неверимского Корского И наконец Вот такой Замечательный Венчающий Скульптура Замечательная Красивая Достойная Бесконечные Слова Благодарности Всем Кто вложил Свои силы Умения И труд Для того Чтобы это Появилось Это подарок Не только нам Живущим В городе Тихвиня Но и Будущим Поколению У памятников Долгая Красивая Жизнь Поэтому Всех С этим Замечательным Событком С праздником Благодарим вас Господа За участие В торжественной Церемонии Открытия Приглашаем Занять Посчетные Места На площади Прошло Друзья Один из наиболее Значительных Образов Детства Окруженный Множеством Воспоминаний Для Николая Андреевича Римского Корсакова Был Тихвинский Мужской Монастырь В душе Ребенка Не могли Не оставить Следа Традиционной Истолой Монастырской Пени Долгие Службы Крестные Ходы И колокольные Звоны От звуки Этих Впечатлений Детства И отрочества Находили Отражение Во многих Произведениях Композитора А духовно-музыкальные Сочинения Римского Корсакова Стали Замечательным Вкладом В православное Церковное Пение Поэтому Очень важно Чтобы открывшийся Сегодня памятник Композитору Который смог Рассказать Всем своим Творчеством Прекрасных Началок Бытия О красотах Мироздания О духовных Истинах В их Христианской Сути Получил Благословение Свыше Чин освящения Памятника Николаю Андреевичу Римскому Корсакову Проводит Его Преосвященство Епископ Тихвинский Иладейно-Польский Мстислав 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 Сокровище Благи Жизнь Подрателю Приняйся Весел И И Ощисти Дэн Царь И Осквенный И Спаси Благослов Семь Благослови Благослови Моим Господи Благодаря Господи Это Памятник Благодаря 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Хорошая традиция. Через эту традицию, чтобы те же дети изучали историю нашего великого земляка и его произведения Николая Андреевича Курсенкова. Спасибо.